приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби продолжаю дальше работать над автомобилем mercedes-benz 3000 от фирмы 7 и в сегодняшней серии нанесу на модель фильтр нанесу глянцевый лак декали и сделаю смывку модель покрасил сделал высветление кто не видел предыдущую серию обязательно посмотрите я там показываю как крашу модель фильтр буду делать голубенький использовать для этой цели краску санет синяя светлая взял немножко масляной краски на зубочистку развел white спирите беру теперь широкую кисть и аккуратненько аккуратненько на нашу фильтр на модель при этом стараться его хорошо равномерно распределить по всей модели модель небольшая эта процедура займет у нас не очень много время синий фильтр придаст модели больше натуральности сверху будет более натуральный делали сделали кафину теперь переходим на кулах теперь переходим на кулах сторон к весь кузов. Сделаем двери и хорошенько просушим модель не менее 12 часов. Масло должно хорошо все высохнуть. После этого уже можно будет работать с лаком. Закончил наносить фильтр на данный момент. Так, сейчас все получилось. Теперь отправляем модель в просушку. Фильтр полностью высох и теперь можно модель покрыть, так сказать, точечно-глянцевым лаком. Точечно для того, чтобы нанести декали. Специально на те места, где будут декали, я нанесу глянцевый лак, чтобы, так сказать, не было блеска подложки декали, серебрения, как его называют в моделизме. И потом, когда мы декали сделаем на глянцевый лак, мы их опять закрываем глянцевым лаком и потом вся химия. Все загрязнения пройдут по декалям и будет очень натурально все выглядеть. Смотрели места, куда будем наносить декалям и аккуратненько намосим глянцевый лак. Лак высох. Теперь приступим к нанесению декалей. Для этого нам понадобятся сами декали, понадобятся ватные палочки и Mark Fit фирмы Tamiya. Сейчас закладываем все в воду и будем переводить декали на модель. Продолжение следует... Нанес декали. Теперь Mark Fit'ом их хорошенько приварим. После этого дадим просохнуть пару часов и полностью задуем модель глянцевым лаком для того, чтобы сделать смывку. Глянцевый лак, друзья, хорошо высох. Отлично, крепко. Следы отпечатки пальцев не остаются на лаке, значит можно приступать к смывке. Смывку буду делать темную. Взял темно-коричневую. Хорошо теперь перемешиваю и приступаю к работе. Кисти лучше всего использовать тонкие. Я буду использовать самую тоненькую. Потому что ей, как мне кажется, намного удобней наносить смывку на модель. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нанес смывку Потратил примерно около 2 часов на это Может чуть меньше Теперь оставляю Так вот все сохнуть Примерно часика на полтора И после этого начну удалять излишки смывки Примерно через полтора часа Начинаю удалять излишки Излишки смывки Тереть сильно не надо Легкими движениями руки Все очень хорошо оттирается Сейчас быстренько уберу все излишки И покажу вам как получилась данная модель Прошло около 15 минут Убрал остатки Излишки смывки Все получилось очень хорошо Смывка хорошо растеклась по швам Довольно хорошо ее видно Теперь Дам модели Еще немножко подсохнуть И закрою Смывку Полуматовым лаком От фирмы Tamiya X35 После того как Полуматовый лак высохнет Буду делать масляные точки И работать С пигментами И со всем остальным Но это вы увидите Уже в следующей серии На этом друзья заканчиваю Всех благ вам Вашим близким Оставайтесь на канале Делитесь видео в соц сетях За все вам огромное спасибо друзья Субтитры сделал DimaTorzok